Друзья, всем привет! С вами Мария Селиванова и сегодня у нас комплексный урок на растяжку. Будем начинать разминки. Слушайте свое тело, будьте внимательны и наслаждайтесь движением. Начинаем с дыхания. Вдох, руки наверх, выдох, руки вниз. Оставим руки наверху и добавим круги плечами. Руки наверху, лопатки скользят по ребрам. Вдох, плечи вверх, выдох, плечи от ушей вниз. И по очереди плечи вращаются назад. Большой круг лопаткой. Вверх, назад, вниз. Руки переводим в стороны и продолжаем движение лопатками по одной, правая, левая. Корпус слегка поворачивается за движением лопатки. Кисти переводим на себя, добавляем легкие приседания в ногах. И мы как будто продавливаем две стенки одновременно, прокручивая плечи вправо и влево. Добавим движение грудной клетки. Скругляем спину в выдох, раскрываем спину вдох. Красивые плавные движения руками позволят вам включить больше мышц разогрева. Одна рука остается наверху. Раскрываем круг одной рукой. И другая сторона также. Выполняя круг, корпус разворачивается за рукой, провоцируя поворот во всем позвоночном столбе. Опустите руки и добавьте работу всем позвоночникам. Я скруглила спину и выпрямила спину. Расставьте ноги в стороны и мы включаемся во второй блок. Старайтесь двигаться вместе со мной, вместе с музыкой. Вдох-выдох руками. И тянемся за одной рукой в сторону и за другой рукой в сторону. Какая рука, такая нога сгибается. Куда тянусь, туда переношу вес тела. Попробуем сделать в каждую сторону в ритм с музыкой. При этом мы разворачиваем руку локтем вниз, то есть как бы плечевой сустав. И играем в качельку. Рука, как качелька, прокатывается в сторону вытянутой руки и возвращается в исходное положение руки в сторону. Снова дыхание. Можете делать вместе со мной. Я делаю широкий присед, чтобы прогреть тазобедренные суставы. И добавляем наклон в сторону, наклон головой в другую сторону. Ребра, шея. Сделайте медленнее, если вам сложно выполнить в моем темпе. Я задерживаюсь в положении наклон головой в сторону. И второй рукой тянусь сильно вниз. Попробуйте выполнить то же самое. И в другую сторону также. Четыре движения. Наклон корпусом в сторону. Движение головой. И оставив руку сверху на голове, мы свободной рукой тянемся вниз. Прочувствуйте шею. Глубокий стреч здесь не должен быть. Просто такое легкое, мягкое, приятное ощущение. Возвращаемся к центру. Раскрываем руки в стороны. Движение головой вправо и влево. Четыре раза. Полукруг головой. От правого плеча к левому плечу. Буквально пару раз. И я продолжаю с дыханием. Добавляю подъем на полупальцы. Большой круг руками. Подъем на полупальцы. И продолжим маленький блок с балансом. Круглая спина. Выдох. Прогиб. Вдох. Сопровождаю движение руками. И кто может, поднимаем бедро вверх. Если вам сложно, оставьте ногу носком на полу. Я выполняю все по четыре раза. Четыре раза нога на полу была, четыре раза нога на весу. И оставляю только противоположную руку. Выдвигая локоть и плечо вперед, за ними поворачивается корпус. И соответственно назад. Оставим две руки спереди. Выполним полукруг одноименной рукой назад. Одноименной имеется ввиду с согнутой ногой. Если можете, переводите взгляд за рукой. И если вам необходимо, ставьте стопу на пол. Носочек может касаться пола. Но это не обязательно. Если вы можете удержать баланс, удерживайте баланс. Это хорошо. И мы меняем сторону. Я показываю переход. Круглая спина. Выдох. Прогиб вдох. Сделайте движение в ритм с дыханием. Если вы делаете медленнее, можете поставить на паузу. И просто поделать такие круглые спины и прогибы в спинах. Поднимайте бедро вверх. Продолжайте движение баланса. Вперед-назад. И только одна рука, противоположная с согнутой ногой. Если нога правая, то рука левая. Она тянет за собой весь корпус. Вторая рука вперед. Полукруг. Рука назад. И возврат. Отводя руку назад, опять же, мы скручиваем весь позвоночник. Пробуждая в себе и баланс, и координацию. И прогревая все мелкие мышцы вокруг позвоночника. Это одно из важных упражнений для поддержания хорошей осанки. И вновь возвращаемся в центр. Можно сделать пару дыханий. Скруглив спину, опуститесь вниз, как бы выполняя роллдаун. И поставьте либо ладони, либо локти на пол. Расслабьте голову и шею. И далее переводите руки на бедра. Просаживаем таз пониже-вниз. Можно попереминаться весом тела вправо и влево. И с круглой спиной поднимемся наверх. Сцепите руки сзади в замок. Либо просто направьте руки назад, если вам сложно сцеплять руки в замок. Подержите это положение несколько секунд. И выводим по одной руке накрест вперед перед собой. Следите, что плечо при этом максимально внизу от ушей. Мы немного размялись. Я делаю круги руками. И завожу руки ладонями за спину, на позвоночник туда, наверх. Локти поближе друг к другу. Руки сцепить друг с другом ладошками и надавить наружу. И когда вы сделали, можно еще раз попробовать сцепить руки в замок. И уже на более прогретых плечах попробовать совместить движение руками в направлении пола в наклоне вперед. Ноги широко, корпус наклонился вниз, руки падают в сторону пола. Поднимаясь вверх, скруглите спину, закройте плечи и снова откройте плечи. Повторите движение пару раз. У кого-то это движение идет очень легко, у кого-то наоборот тяжело. Делайте ваше лучшее. Я сделаю базовый комплекс по разминке ног, он будет динамичным. Мы делали похожий комплекс в предыдущем уроке по растяжке. Я сделала 4 подъема бедра вверх, медленных, и затем 8 раз в быстром темпе. Прогреем сгибатели бедра и движение тазобедренного сустава. Медленно нога в сторону, вверх и вниз. После 4 повторений делаем 8 быстрых. Прогревайте мышцы, старайтесь раскрыть тазобедренный сустав. И то же самое назад. В танцевальных классах такая работа называется крестом. То есть мы сделали вперед, сторону и назад. Сели одинаково. 4 медленных, 8 быстрых. Когда двигаете ногу назад, старайтесь, чтобы ваша поясница не заметила, что нога идет назад. Поясница должна остаться ровной. С обычным лордозом, который он есть. Сгибаем обе ноги и выпрямляем обе ноги одновременно. В параллельной позиции ног. И в выворотной позиции ног. По 4 раза. Оставьте прямую ногу сзади и сделайте как бы касание носком пола и нога автоматически взлетает вверх. Автоматику обеспечивает кто правильно мышцы ягодиц. И попробуем добавить круги в тазобедренном суставе. Работает эта же самая нога. Круги 4 наружу и 4 вовнутрь. Рукой я показала смешное движение, а давайте вовнутрь ногу. И направляем пятку внутрь наружу. Происходит ротационное движение в тазобедренном суставе. И продолжая ускорять немножко темп, можно вывести бедро шире в сторону и завести обратно вперед. Дальше я играю в качельки ногой. Рукой мы уже играли в качельки ногой. Толкаем бедро вперед и назад. Немножко можно использовать инерцию, но только в случае, что вы чувствуете комфорт на себя. Если вы сомневаетесь, что вы что-то слишком резко можете сделать, делайте медленнее. Я добавила руку в противоход ноге. Нога вперед, рука назад и наоборот. Это опять же добавит функциональности в нашу тренировку. И позволит запустить скручивающие моменты в позвоночнике. С другой ноги все то же самое. Бедро вверх, бедро вниз. Четыре медленных, восемь быстрых. Старайтесь удержать спину ровно. Почти не опирайтесь вспомогательной рукой на опору. В сторону также. Четыре медленных, восемь быстрых. Двигая бедро в сторону, стремитесь, чтобы сам таз остался в ровном состоянии. То есть без жуткого какого-то разворота или рывка в сторону. Нога назад, четыре медленных, восемь быстрых. На видео я тут ушла, чтобы не пинать мешок, который стоит у меня рядом. И две ноги одновременно сгибаются и выпрямляются. Щиколотка к щиколотке, выпрямить ногу назад. По параллельной позиции восемь раз. Четыре или восемь. Выберите свое число, столько и сделайте. Попробуем из выворотной позиции сделать то же самое. Следите, чтобы оба колена одновременно делали сгибание и разгибание. Удержите спину ровной, чтобы без лишнего напряжения на поясницу это все дело прошло. И касание ногой пола с акцентом на подъем ноги наверх. В классике это движение называлось бы батман пике. Но в фитнесе мы просто используем похожие движения для активизации нужных мышц. Круги в тазобедренном суставе. Мы выполняем большой круг коленом, как будто перед собой, перед стенкой. И в обратную сторону. Четыре круга. На вдох круг начинается, на выдох круг заканчивается. Здорово. И ногой внутрь наружу. Можно начать медленно движение и затем слегка ускорить. И добавить выведение бедра в сторону. Продолжая скручивание в тазобедренном. Пятка внутрь, пятка наружу. И снова вернуть бедро к центру. Вперед. Можно сделать несколько таких повторов, как я демонстрирую на видео. И после этого мы снова играем в качельку ногой. Начнем примерно 8 повторений. Вперед-назад. Когда рука контролирует положение таза. На видео видно, что таз у меня достаточно двигается. То есть он не совсем прям жутко стоит на месте, как у робота. Но в то же время, выводя ногу назад, я чувствую, что я не пояснице это делаю. Старайтесь прочувствовать именно движение в самой ноге, в самом тазобедренном суставе. Не в спине. В спине будет небольшое скручивание, когда мы добавим движение рукой. Противоход с ногой. Встряхните ноги. В принципе, мы закончили такой основной блок разминки. И я бы хотела отдельное внимание уделить проработке стоп. Сгибая оба колена, одну ногу вывожу на высокие пальцы. Делаю это в параллельной позиции, в косолапой позиции и в выворотной позиции. Будьте очень аккуратны в этом движении. Ни в коем случае нельзя выполнять резких движений. Постарайтесь сделать мягко, приятно. И как бы изучая, а в какой амплитуде могут двигаться мои ноги сейчас. Одну ногу поставьте на носок. И начните выводить пятку внутрь и наружу. Заводить пятку вправо и влево. Также движение по кругу от 4 до 10 раз в одну сторону и также в обратную сторону. И затем мое любимое движение – перекат на пальцы. То есть мы от положения стопа на полу через высокие полупальцы переходим на ногти, я называю это движение, и обратно на стопу. И когда движение сделаю несколько раз, можете найти опору, чтобы более расслабленно просесть и немножечко зафиксировать это положение. На видео я демонстрирую более легкий вариант, когда нога выведена назад или более сложный, когда нога выведена вперед. Вы можете попробовать встать на высокие полупальцы опорной ногой, а рабочую ногу, в данном случае у меня на видео левая, рабочая, она остается на ногтях. Вытянутый подъем. Затем я встряхиваю ногу, смешное движение встряхиваю в каждую сторону и делаю все с другой ноги. Подъем на высокие пальцы, при этом сгибаются оба колена. Затем мы перекатываем себя на ногти. Последовательные движения я здесь чуть-чуть заменила, да, можно ее менять, можете оставить как там. Сначала оставить ногу на полупальцах и покачать пятку справа и влево. Я очень часто, когда делаю урок, чередую последовательность, как если бы это был уже соседний какой-то урок. Это просто бывает, это эмоции такое. В целом весь объем движения на видео продемонстрировано. Пятка внутрь, наружу, вращение круги в стопе. Сделайте от 4 до 10 раз, выберите вашу цифру и сделайте ваше лучшее. Дальше мы ставим ногу на подъем, либо спереди, либо подальше сзади, в зависимости от вашей растяжки на данный момент. Немножко посидите в этом положении, продавите пятку вперед, почувствуйте, как может работать ваша нога. И после этого встаньте на полупалец и попробуйте на прямых ногах продавить пятку вперед. Если вам очень сложно, ставьте вот эту ногу на подъеме назад, сзади, дальше чем опорная нога, вам будет гораздо легче. После нагрузки мы немножко встряхнем ногу. Не забывайте, что нам нужно спокойно и хорошо дышать. И мы переходим к блоку на проработку продольного шпагата. На самом деле это будет комплекс общей растяжки, но немножко с акцентом на ноги и с некоторыми интересными комбинациями на ноги. Из положения стоя, стопы параллельно друг к другу, мы накатываемся на пальцы, как бы продавливая пальцы ног, чтобы они хорошо участвовали в процессе. И начинаем по одной ноге сгибать и выпрямлять, одна согнутая, другая прямая. Добавим смещение таза в ту сторону, какая нога прямая. В сторону прямой ноги. Можно начать с одинарных движений тазом, а затем перейти к двойным движениям. Как бы правая, правая, левая, левая. Постепенно добавляем наклон корпусом вперед. Правая, правая, левая, левая. Наклоняя корпус вперед, следим, чтобы спина оставалась ровной. Колени толкаем потихонечку назад. Еще ниже, наклоняясь вниз ладони, заземляем в пол. Если вам сложно, можно использовать кирпичики для йоги, как удлинители для рук. То есть ваши руки могут опираться на возвышение. Сделайте сгибание-разгибание двух колен одновременно. Такой небольшой присед. И на видео я показываю, что можно сделать с кирпичиком. То есть также одна нога согнутая, другая прямая. И либо две ноги согнутые, две ноги прямые сразу. Можно использовать пол, можно использовать кирпичики как возвышение. Я называю их удлинители рук. Если ваша растяжка на данный момент не позволяет, можете использовать их без зазрения совести. Находясь в наклоне, уйдите руками вбок от коврика, вбок от ног, в сторону. Почувствуйте, что в ногах пошла такая небольшая скрутка. И в другую сторону также. Просто такой ленивый наклон вправо и влево. Согните оба колена, таз приблизьте к пяткам. И постарайтесь найти баланс. Пальцами рук начните тянуться сильно вперед, а пятками ног сильно назад. Найдите такое состояние, где вы хорошо почувствуете растяжение в икроножных мышцах. То есть то, что от пятки в сторону колена сзади располагается. Чем больше вы руки введите вперед, а таз выведите назад, вы почувствуете больше отклик в ногах. Сделайте несколько хороших дыханий в этом положении. И заземлите колени в пол. Пальцы ног подогнуты, как если бы вы стояли на высоких полупальцах. В этом состоянии начинаем толкать пальцы вниз и назад. Толкайте пальцы, как если бы вы хотели встать, но при этом не вставайте. То есть создаем такое пассивное напряжение, изометрическое называется, когда длина мышцы не поменялась, но усилие произошло. Перемещаем ладони на пол, как если бы мы хотели из йоги встать в собачку морды вниз. И сгибаем, выпрямляем колени, перекатываясь на высокие пальцы. Прочувствуйте, что мышцы под пальцами ног хорошенечко, мягко и приятно работают. И вновь переходим к сгибанию-разгибанию коленей. Но теперь мы добавляем подъем пяток и стоим собаке мордой вниз из йоги. Сделайте движение по параллельной позиции стоп, по косолайпой позиции стоп и по выворотной позиции стоп. Положение стопы, естественно, дает отклик на работу в тазобедренном суставе и на всю заднюю, внешнюю или внутреннюю поверхности бедра. Поэтому сделайте в каждом положении хотя бы по 4 раза. Можете поставить на паузу и поделать подольше, по 8-16. Можно промять стопы ногтями в пол, как я это называю, и вернуться уже в обычную планку. Спокойный вдох, полный выдох. Добейтесь устойчивого положения на руках и раскрываемся в боковую планку. Если вам сложно, подставьте голень на пол или колено, да, голень-колено. Если нормально, то стойте так, что две ноги прямые, таз выше, наклон корпусом в сторону. Ощущение растяжки. Возвращаемся на центральную планку и делаем либо с колен, как я демонстрирую на видео, подъем колена к подмышке, то есть колено в сторону руки, либо прямо из длинной планки, из длинных ног, да, то есть колено выводим в сторону, в сторону плеча, и затем широкий шаг, шире, чем ваши руки. Мы двигаем таз вниз, разворачиваем таз в бок, и получается, что у нас правая нога спереди, например, тогда левое бедро будет стремиться к полу. Мы протянули себя. Первый повтор более медленный. Сделаем другую сторону. Наклон в боковой планке. Из центральной планки выходите в боковую. Можно помочь себе, вставая на колено той ноги, которая снизу. Я специально не говорю, какая правая или левая, потому что вы можете делать зеркально со мной, можете делать, как я вместе со мной, да. Я не настаиваю, просто знайте, что та нога, которая снизу, она может вам помочь встать на колено. И переходим снова в центральную планку, либо в положение на четыре лапки, стоя на коленях, и поднимаем, опускаем вторую ногу. В данном случае я левую делаю. В первом варианте делала правую, сейчас левую. Колено в сторону плеча и обратно. Помните, мы стоя делали подъем бедра в сторону. Вот примерно это движение только в планке. Совершенно другие ощущения. Я думаю, больше наслаждения. Сделайте широкий шаг, шире, чем ваши руки, левой ногой в сторону. И разверните таз правым боком к полу. Вернитесь. Вы можете использовать кубики. для того, чтобы удлинить руки, если вам сложно находиться в положении ладони на полу. Иногда это связано с состоянием кистевого сустава, иногда связано с растяжкой ног. В любом случае, попробуйте и так, и так. Выберите комфортный вариант и продолжайте прогрессировать. Я буду делать без тех пучеков. И сейчас мы соберем эти движения в небольшую связку. Попробуйте согнуть оба колена и правую ногу вывести вверх, выпрямить оба колена в этот момент. Оба согнуть и оба выпрямить. Помните, в положении стоя мы делали это движение? Два колена одновременно сгибаются, щиколотка к щиколотке, и нога выводится назад. В положении собака морды вниз, назад нога будет выводиться значительно легче. На втором экране наверху я показываю вариант опоры руками на высокий подоконник или стол, или спинку дивана. В случае, если вам сложно делать собаку морды вниз, если у вас давление или критический дни, вы можете делать более упрощенный вариант. Руки опираются на высокую опору. Можно делать основной вариант, как и демонстрируем на видео и собаки морды вниз. Мы разворачиваем таз и закрываем его обратно. Разворачиваем таз и закрываем его обратно. Нога остается наверху, правая. Можно повышать ногу. Опускаем правую ногу вниз, шагаем вперед и садимся в полушпагат. Правое колено согнуто. Вы можете использовать удлинительный рук, чтобы оставить корпус повыше. и подкручивайте таз вперед в этом положении. Аккуратно подложите опору, кубик для йоги под голень, под колено одной ноги, передней ноги, правой ноги. И руками опирайтесь на возвышение, чтобы увести плечи еще дальше назад, подкрутив таз вперед. Это вариант, опция, большей протяжки для подъема. Чтобы разработать и уметь красиво тянуть носочки, но это еще нужно для осадки тоже, чтобы стопа была мягкая, послушная, подвижная. И после этого встаем на левое колено и продавливаем правый подъем уже из положения стоя на колени. Постарайтесь здесь дышать глубоко и спокойно. Если вам не комфортно, сделайте просто положение сидя и слегка поднимайте колено. И сейчас оставайтесь на левом колене стоя в балансе. Подъем опускания правого колена в сторону правого плеча. Мы как будто бы прыгаем стопой правой ноги. Используйте носок. Кто может, делаем движение прямой ногой. Если тяжело, продолжайте делать согнутый. Я добавила перемещение. Я как бы перебрасываю ногу через предмет, через кубик в данный момент. Сделайте хотя бы 8 раз. и затем возвращайтесь в положение собака мордой вниз. Сделайте несколько вдохов и выдохов и приготовьтесь работать с левой ноги. Щиколотка к щиколотке и левая нога наверх. Оба колена одновременно выпрямляются. Щиколотка к щиколотке выпрямить ноги. Вы можете делать в моем темпе. Я делаю не совсем с музыкой, потому что музыка чуть быстрее в данный момент. обе щиколотки вместе и колено нога выпрямляется наверху. Добавим разворот таза. Напомню, если вам сложно, поставьте ладони руки на высокую опору и выполняйте легкий вариант. Разворачивайте таз в сторону, за тазом развернется и корпус немножко, это нормально. И в момент разворота таза у нас нога слегка повышается. Активизируйте среднеагодичные мышцы. После этого выходим в положение полушпагат. Можно использовать удлинитель для рук, чтобы иметь возможность увести плечи дальше назад и подкрутить таз больше вперед. И когда получилось, немножко доработаем подъем. Подложите возвышение под колено левой ноги. Убедите, что ваше возвышение это либо кубик для йоги, либо свернутое полотенце, но что-то нежесткое. Хорошо? То есть не насилуйте колени жестким предметом. И остаемся стоя на правом колене. Левая нога дотягивает подъем. Я называю это поставьте ногу на ногти. Слово смешное, но зато легко запоминается. И сейчас останетесь в балансе. оставьте руки в стороны. И мы как бы подпрыгиваем левой ногой, направляя колено в сторону плеча. Сделайте минимум 5 раз, максимум 8 или 10 повторений. Столько же, сколько вы сделали на правую ногу. На видео видно, что левая мне дается тяжелее, чем правая. Но я буду с этим работать. То есть левая меня прям колбасит. постарайтесь удержать баланс. Я специально комментирую, как происходит у меня, чтобы вы вели разговор со своим телом и спрашивали, а как это у вас происходит. Потому что растяжка это не про амплитуду, это про работу с вашим телом. Итак, у нас вторая часть блока с шпагатами. Проверьте, что вы ногой ничего не сшибаете. стенки, цветы, стулья. И из собаки морды вниз, поднимите ногу вверх, сгибаем, выпрямляем ногу в колени, колено всегда только повышается. Оставьте колено согнутым, добавьте разворот таза в бок и возврат в закрытый таз. Буквально 3-4 повтура, после чего правой ногой перешагивайте через левую ногу и направляйте таз как будто на мостик спиной к полу, а корпус идет в боковой наклон боком к полу. Скрученное состояние корпуса, буквально 5 секунд постойте и возвращайтесь в исходную положение правой ноги вверх. Знакомое движение, шаг правой ногой шире, чем ваши руки, возврат собаку морды вниз, одна нога наверху. И мы сделаем это сочетание движений в среднем темпе в количестве 8 раз. Вдох и выдох нога наверх. Вдох таз вниз, выдох нога наверх. После 6 или 8 повторений выберите свою цифру сами. Мы входим в положение выворотное для правой ноги, положение поза голубя из йоги. Я на видео демонстрирую, что можно использовать кубик, подложив его под таз. Это будет более легкий вариант и более комфортный вариант. Если вы чувствуете, что с кубиком вам слабо тянет, вы можете убрать кубик. Чем дальше пятка от таза, чем более разогнутая колено в правой ноге, тем больше будет раскрываться таз. Но опять же, вы должны усидеть в закрытом положении таз, чтобы левая нога, пятка левой ноги была направлена вверх. сделать несколько дыхания в этом положении. Мы переходим назад и я позаботилась о том, чтобы у меня стенка была недалеко. Я закидываю ногу наверх на стеночку и второй экран демонстрирует на видео, что можно просто продолжать качаться вниз вверх и можно подойти поближе либо остаться подальше. Сделайте статическое удержание этого положения. Таз как можно ближе приближается к стенке. После нескольких дыханий в этом положении попробуйте отодвинуть верхнюю ногу от стеночки. Если мы работали с правой ногой, то у нас правая нога и работает на стеночке. Мы пробуем ее отдалить от стены. Можно сделать три пружиночки вверх и обратно вернуть ногу на стену таз назад. Либо просто сделать несколько отрывистых движений вверх и задержать ногу на воздухе. В общем, пробуйте много вариантов, потому что я вам даю идею, как вы можете поработать со своим телом, и вы можете ее развивать настолько, насколько захотите. Можете просто повторить за мной, можете немножко углубить, увеличить количество повторений или увеличить время нахождения в статических положениях. Начинаем работать с левой ноги. Снова нога наверху, согнуть, выпрямить ногу, колено повышается, согнутая нога, таз разворачиваю, таз возвращаю. Чувствуйте свое тело и постарайтесь сделать максимально плавно, мягко, комфортно, в то же время с ощущением хорошего вытяжения. Перешагиваем левой ногой через правую ногу, таз стремится встать на мостик спины к полу, корпус стремится к боковому наклону в сторону. Возвращайтесь, на это положение если хотите подержите его подольше, а я перехожу дальше. Левая нога широкий шаг, шире чем руки, вдох и нагавывается наверх, выдох, собака морды вниз, нога наверху. И собираем эти два положения в количестве минимум 6, максимум 8 повторений. Сильно много делать не нужно, но и меньше 6 тоже как бы оно не работает, если вы сделали пару раз всего. Сделайте хотя бы 6. Проталкивайте таз вперед, когда нога уходит шире, чем ваши руки, и толкайте таз назад, когда нога наверху. После завершения 6 или 8 повторений выводим левое бедро вперед и уходим в положение голубя. Напоминаю про кубик, если вам нужно, подложите кубик под таз. И в идеале выводите ногу еще дальше пяткой вперед. Постарайтесь настроиться на свой вдох, свой выдох, углубляйте дыхание и успокаивайте. После динамических движений ногами, как правило, дыхание может немножко сбиться, и ваша задача полностью восстановить сейчас. Сильно долго мы не задержимся в этом положении. Выпрямляемся на ладони, можете покачать таз больше закрывая или больше открывая. И мы уходим снова ближе к стеночке. Нога на стену. Прокачиваем таз вниз и вверх. Сделайте несколько плавных движений и затем задержите ногу на стеночке, таз стремится назад. Руками помогайте себе толкать назад таз, спина будет вытягиваться в этом положении и старайтесь хорошо глубоко ровно дышать. Важный момент. Старайтесь прям расслабиться. Попробуйте оторвать ногу от стеночки вверх и вернуть ногу на стеночку. Для этого можно руками чуть выйти вперед. Можно сделать три висок движения наверх и одно возвращение на стенку. Можно просто сделать восемь отрывистых движений подряд например и только затем вернуться на стенку. То есть всегда сопровождайте статику немножко динамикой. После того, как вы сделали вытяжение тазом назад, сделайте отрывистые движения, чтобы поиспользовать новую амплитуду. И мы закончили этот блок, начинаем следующий. Встаньте в начало коврика, roll down, спускаемся вниз и выходим в планку. отлично. Снова собака мордой вниз. В сегодняшнем комплексе я очень много использовала это положение. Мы ставим левую ногу между двумя руками и направляем таз вниз и вверх. сделайте раскачивающие достаточно широкие движения тазом вниз и вверх. Возьмите кубик, положите его справа от левой ноги и немножко сзади. И мы подтягиваем правое колено скрестно относительно левой пятки. Сейчас будет как будто сложно, на самом деле когда поймете это будет не сложно. То есть мы будем подтягивать правое колено к левой пятке, ноги как бы немножко скрещиваются, таз просаживается на кубик, либо если это будет легко, то без кубика движения будет. Сесть так, чтобы таз оказался ровным и вернуться обратно в исходное положение. В связке будет так, 4 движения тазом вниз и вверх, подтянуть ногу, сесть на две ягодицы и вернуться в исходное положение. 4 раскачки вниз, снова вернуться и снова вернуться в исходное положение. 4 раскачки вниз, старайтесь, чтобы колено не выводилось вперед, сесть на две ягодицы, скрестно ноги, небольшая скрутка как будто бы, и снова вернуться в исходное положение. Повторите этот комплекс, 4 раскачки, нога скрестно, 4 раза. И затем я кладу кубик слева от левой ноги чуть сзади. После 4 раскачек таза разворачиваюсь как бы в боковой выпад, носок правой ноги поднимаю вверх, остаюсь на пятке, и кубик получается где-то в области колена, мы на него садимся, и получается, что мы сели в достаточно глубокий выпад. Чтобы вернуться, мы скручиваясь возвращаем себя обратно, и снова делаем 4 размахивающих движения таза. 4 движения, боковой выпад, сесть на кубик и вернуться. Если вы садитесь и встаете легко, без усилий, то можете убрать кубик и работать без него. в роли кубика может быть любое возвышение, которое вы себе придумаете, вы можете подложить какие-то книжки, или все, что придумаете. Я не использую кубики, сейчас демонстрирую без него, я просаживаюсь полностью на пол и возвращаюсь в положение выпада, широкого выпада. И мы совместим эти два упражнения. Скрутка, сесть на две ягодицы, снова выпад, 4 раскачки, боковой выпад и возврат. И работаем. 4 3 Я демонстрирую с кубиками. Скрутка, две ягодицы, возврат, нога назад. 4 3 2 Боковой выпад, просесть, почувствовать, что вы сели и вернуться. И показываю без кубиков. 4 раскачки, подтягиваю колено, скрутка, возврат, исходник. 4 3 2 1 Боковой. И мы чередуем эту скрутку и боковое. Постарайтесь не испугаться, что как будто сложно, на самом деле это не сложно, просто если вы разберете каждое движение в спокойном темпе, то вам будет очень просто собрать эту связку. Это будет динамично и эффективно. Останьтесь в боковом выпаде и уходим на перекаты. Если вам сложно, используйте ладони на полу как поддержку. Если вам легко, вытяните руки вперед и проводите таз как можно ниже к полу, то есть практически не поднимаясь вверх. Представьте, что вы находитесь в комнате с низким потолком. Если вам сложно, вы можете использовать кубики, опираться на руки либо не опираться на руки. То есть на видео все продемонстрировано. Выберите свой вариант и мы возвращаемся в положение собака морды вниз. Проминайте пятки. Готовьтесь к выполнению всего комплекса на другую ногу. Шагаем. Теперь правая нога вперед, раскачивающие движения тазом. Сначала сделайте восемь. Положите кубик слева от правой ноги. Подзакрестите левую ногу, сядьте над ягодицы, проверьте, что вы сидите и вернитесь в исходное положение. Снова четыре раскачки, сесть, скрестно, назовем это упражнение скрутка. Четыре раскачки, скрутка и возврат. Четыре, три, два, один, скрутка, сесть, возврат, возврат. Сделайте минимум четыре раза. Можете поставить на паузу, сделать больше. Если вам понравилось упражнение, поделитесь потом ощущениями. Как правило, когда мы тянем шпагат, мы иногда забываем о том, что нам нужно не только раскрывать таз, но и закрывать его. Это упражнение как раз этим и занимается. Мы закрываем таз, и наши тазобедренники получают более многообразную такую разноплановую работу. И вторая часть связки. Мы ставим кубик справа от правой ноги, разворачиваемся в боковой выпад, пробуем сесть, вытянуть спину, поднять руки и вернуться в исходное положение. Итак, четыре раскачки. Три, два, я сделаю без кубика, боковой выпад, сесть, вернуться, вернуться. Постарайтесь сделать очень спокойное это движение. Может показаться быстровато на первый раз, возможно, вы можете поставить паузу, сделать в своем темпе. Старайтесь, когда вы работаете с видео, делать какие-то свои остановки и дочувствовать, потому что в видео я стараюсь сделать все-таки концентрированно связки, и чтобы вам было интересно и разнообразно. Сама отработка, она может быть дольше, поймите, то есть на живом уроке возможно мы бы сделали темп медленный, либо мы сделали бы больше повторений, либо и то, и другое. И сейчас я демонстрирую, как собрать связку с кубиками и без кубиков. Четыре раскачки, крест, руки, возврат. Четыре раскачки, боковой выпад, сесть, встать и возврат. Четыре раскачки, закрестить ногу, сесть, скрутка и возврат. Четыре раскачки, боковой выпад, сесть, встать и возврат. Поставьте кубики перед собой, если нужно. Всем привет! И либо без кубиков, то есть как мы делали на ту ногу. Кому легко, используйте силу ног и держите руки на воздухе. Спина должна быть прямой. круглая спина здесь не пойдет. Как можно ниже держим таз к полу. Если вам что-то больно или неприятно, остановитесь, спросите себя, что вы делаете с перебором и сделайте какой-то такой средний вариант, чтобы вы ощущали работу, но вам было бы не больно. Итак, мы идем дальше. Садимся на ягодицы, вытягиваем две ноги вперед. Я демонстрирую складку. Вы можете использовать кубики. Или для первого подхода можно всем использовать кубики. Я подложила кубики под колени и сделала складку вперед. Опять же, можно ставить паузу, повисеть подольше. Если у вас легко идет складку, уберите кубики, либо поставьте их за стопы. Я демонстрирую, как можно сделать удлиненные руки, или в данном случае удлиненные ноги. То есть руками захватываю за дальние части кубика. длинным и вытягиваюсь. есть такую натяжку создаю. Потому что согнутыми руками, если вы уже достали до ног, нужно идти дальше. Чтобы не стоять на месте, используйте удлинители. Я сейчас серьезно. Итак, выходя из складки, сядьте с опоры на руки и раскрывайте ноги, колени в сторону, колени обратно. Морально настройтесь на упражнение бабочка, вы все его прекрасно знаете. Походите ягодицами по полу, весело походите ягодицами по полу и возьмите кубики, подложите их под бедра. Это такой лайфхак, как успокоить нашу нервную систему и сказать ей, что бабочка это не страшно. Если у вас сложно идет бабочка, это прям обязательно так попробуйте. Положите опоры под бедра, под ближе к коленям. Чем ближе к коленям, тем сложнее. Чем ближе бедром, легче. И выполните кошку. Выдох, спина скрабляется, руки удерживают вас за ноги, за голени. И вдох, спина прогибается. Оставите спину в прогнутом состоянии, прогиб, и направьте корпус в наклон вперед. И постепенно откладывайте кубики чуть дальше от центральной линии. То есть нарисуйте линию между тазом и ногами, как бы проведите, и вот от нее вам не понадобится. Вы почувствуете, что колени легче пошли в стороны, они практически лежат на полу, либо лежат на полу. Останьтесь в наклоне, подышите здесь. Помним, что залог хорошей растяжки это спокойное, ровное дыхание. И, конечно, отличное настроение. Подогните, пожалуйста, правую ногу, левую поставьте сверху, я к вам делаю зеркально, и противоположной рукой зацепитесь за бедро, сделайте классическую базовую скрутку. Если вы левую ногу сверху оставили, то правой рукой мы упираемся в ногу и делаем скрутку. Просто продышите себя в этом положении и закрестите пятку ближе к тазобедренному суставу. Можете использовать кубик под таз, как я показываю на видео, и получается, что ноги сложились друг с другом колен над коленом. В йоге это положение называется поза коровы и позволяет закрыть тазобедренный сустав, то есть мы его открываем и закрываем и получается, что чем больше движений разных мы делаем, тем свободнее движение в суставе, чего мы и добиваемся. Но при этом нам не нужны разболтанные суставы, поэтому когда мы потянулись, мы всегда делаем какие-то динамические вещи, которые закрепляют работу в новой амплитуде. Постарайтесь в идеале выполнить движение без кубика, если очень сложно, то используйте все-таки возвышение. Можно направить корпус вперед, можно лечь вперед на ноги. На видео видно, что мне дается это движение не очень легко. есть люди у которых это движение конкретно идет очень легко и они спрашивают а что здесь должно работать. Так что если вам идет тяжело, можете в комментариях написать, что у вас работало в этом положении. И мы сделаем эту же скрутку на другую ногу. Заведите левую ногу, правая поверх, сверху правая стопа стоит на полу и левой рукой отталкивайтесь от бедра правой ноги направьте себя в скрутку. еще углубить да больше рукой назад себя толкайте и правая рука опираясь на пол помогает вам скрутиться. Помним про дыхание, помним про хорошее настроение и продолжаем работать. Вдох и выдох. При этом позвоночником тянемся вверх и снова можно использовать кубик под таз и заводим ноги в положение поза коровы. Мы не делаем сейчас йога класс, поэтому я по минимуму использую название из йоги и назовем это закрытый таз. В идеале пятки находятся где-то в районе вертела бедра. Каждая в противоположной стороне и старайтесь сложиться с ногами вперед оставив спину более-менее ровной. Прямо идеально ровной здесь не критично. Можете слегка скруглиться в финальной точке. Если вы чувствуете, что вы наклонились и дальше не можете, можете чуть-чуть скруглить спину. Безопасный вариант выпрямления ног я показала на видео. Сначала собранные ноги сгибаем и ровненько делаем и выпрямляем. Я готовлю кубики. Я ставлю один кубик высокой стороной боком, видите, как я показываю на видео, второй кубик плоской стороной под голову. И мы ложимся так, чтобы хорошо раскрылась грудная клетка. Можно оставить ноги стопа к стопе, раскрыв тазобедренные суставы, колени в росте. Если вам так сложно, можно остаться в любом положении ног, которое вам комфортно. если вам легко лежать с кубиком под головой, можно из-под головы убрать кубик, оставив его только под лопатками. Нижний этот кубик он лежит в районе грудной клетки и в районе лопаток. То есть нижние ребра лопатки не поясницы ни в коем случае. И старайтесь здесь просто дышать. Спокойный вдох, спокойный выдох. Вы почувствуете это движение. Здесь побудьте столько, сколько вам нужно. Выход через перекат на бок. То есть вы скатываетесь на бок и потом убираете кубик. Переведите ладони за голову, сцепите руки в замок и направьте локти наверх. Как будто не вы, а кто-то поднимает вашу голову вверх. Можно слегка покачивать голову руками, но это делается внимание без резких движений. Просто легкое вытяжение задней поверхности шеи. После прогиба это очень актуально. И затем удержите положение головы наверху, подтяните колени к груди и перекатом сядьте. Сделайте еще один перекат назад, выводите ноги в сторону головы. Если вам сложно вводить ноги прямо на пол, вы можете поставить за головой стул. Я сейчас положу туда кубики, как будто это любое возвышение, которое вы используете. Это возвышение может быть реально стулом, то есть это может быть повыше. положите ноги на это возвышение и постарайтесь полностью расслабиться. В этом положении вы должны ощущать приятное вытяжение по всей спине, ни в коем случае не должны ощущать нагрузку в шею. Если шея пересиливает по ощущениям все остальное, значит смотрите пункт первый, то есть закидывайте ноги повыше. Поставьте стул за голову. Есть еще много способов как снять нагрузку с шеей, но об этом поговорим в следующий раз. А пока аккуратно скатываемся по одному позвонку на коврик и аккуратно садимся. Надеюсь ваше самочувствие прекрасное. И у нас остался один блок. Он связан со шпагатами и с раскрытием ног в том числе. Сделайте ноги широко, поставьте ноги широко, поставьте кубики под колени. Либо это могут быть свернутые полотенца, свернутые пледы, подушки, все, что у вас под рукой, все, с чем вы работаете. И затем подайте корпус вперед, наклонитесь вперед, успокойте дыхание, сделайте спокойный вдох-выдох. Можно опускаться на локте либо полностью ложиться на коврик. Я рекомендую в первом подходе, даже если у вас хорошая растяжка, делать с кубиками. Это очень сильно разгружает колени и позволяет настроиться на работу в тазобедренных суставах. Если вам сложно, подложите кубик под таз для второго подхода и сделайте наклон вперед, ноги в рот, без кубиков. Дышите ровно и спокойно. Если у вас проблемы с коленями, оставьте ноги с огненками, подложите под них кубики. Мы делаем боковые наклоны. Если проблем с коленями нет, то можно оставить ноги без кубиков. Мы делаем боковой наклон. После этого заводим в данный момент, если вы делаете с правой руки, то правую руку, я показываю правую руку, опору на левую руку сейчас будет. Мы протянули трицепс правой руки. И теперь разворачиваясь в опору на левую руку, стопы заводим обе в правую сторону и выводим ребра и таз вверх. Как бы боковая планка с небольшим наклоном в бок. То есть мы делаем вытяжение верхнего бок. И возврат. Возврат мне нравится по полукругу. И логично делаем все в другую сторону. Боковой наклон, вытяжение в сторону. Если у вас легко идет наклон, первое, проверьте, что таз остался сидеть без завала в сторону. И рукой можно взяться за пальчики ноги. Это продвинутый вариант. Если у вас не достает рука, не надо рукой перекрывать лицо. Рука должна быть сверху. Если не получается, пусть она просто висит наверху. И просягиваем трицепс. Мне нравится к трицепсу добавлять боковой наклон корпуса. Попробуйте, вдруг вам тоже это понравится. И после этого, так, я чуть не сшивала цветок, кажется, мы выходим в эту боковую планку с боковым наклоном. То есть стопы разворачиваются, таз поднимаются, корпус уклоняется вбок. И возвращаемся в центр. Я ставлю кубики под пятки. Не делайте этого, если у вас проблемы с коленем. Если у вас колени не стабильны, если у вас проблем не низкие, не делайте кубики под пятки. Если лучше повторите вариант, когда кубики под коленями, еще раз наклонились вперед. Либо пробуйте, как я, если у вас уже на прогресс работа. Спокойный вдох, спокойный выдох. Корпус внизу, спокойный вдох, живот стремится к коврику. И мы просто дышим. Можно даже поотжиматься чуть-чуть вверх вниз. И возвращаем ноги вместе. сейчас самое время проверить, как там у нас дела со шпагатой. Итак, садимся на колени. Если у вас под рукой опора, сделайте дополнительные вытяжения боковых частей корпуса. я зацепилась за опору, сделала вытяжение в сторону, чуть-чуть развернулась спиной к опоре, как бы в диагональ, и сделала еще вытяжение в диагональ. Вот сейчас посмотрите, я разворачиваю ноги, как бы градусов по 30, и вытягиваю еще раз. Это как бы просто такое дополнительное вытяжение боковых частей корпуса. И сейчас мы проверим наши мостики. опираясь на кубики, сидя на коленях, поднимите таз вверх. Если идет легко, опирайтесь не на кубики, а на ладони. Поднимите таз сверх вниз. И затем встаньте стоя на колени, направьте локти точно назад, как можно ближе друг к другу, и старайтесь раскрыть грудную клетку. Поставьте руки, даже может быть повыше, чем я показываю на видео, чтобы у вас больше работы произошло в верхней части корпуса. Можно использовать одну руку как поддержку для головы, а вторую руку также на области поясницы, если вы сомневаетесь в том, что ваша шея безболезненно вернется обратно. И затем попробуйте немного больше открыть грудную клетку и постоять в этом положении. Я демонстрирую базовый вариант. Либо руки скользят ниже по бедрам, либо еще ниже по бедрам и уходят на пятки. Толкайте таз вперед, если сложно используется в длине себе рук, я демонстрирую с кубиками, таз толкайте вперед, и сев на пятки выходите в позу ребенка для отдыха. Всегда выполняйте компенсацию после прогиба, мы делаем скругление спины или просто ее расслабление. Можно пошевелить головой вправо-влево и аккуратненько проверить свой мостик. Сядьте на коврик и сделайте несколько скруток одной рукой назад, заведите ладонь за таз, поставьте ладонь на пол и второй рукой как будто скользите по корпусу поднимая таз вверх. Провожайте руку до как будто боковой планки, мы с вами сегодня несколько раз уже делали, и опускайтесь обратно вниз. Каждое движение может уходить чуть больше назад, при этом таз чуть выше вверх, а вас все больше разворачивает мост. Сделайте несколько таких движений, если планируете улучшить свой мост, то сделайте прям минимум пять. Максимум сколько хотите конечно же можете увеличить. И обратите внимание, если мы развернем пальцы, как я показываю на видео, перпендикулярно, то можно руку полностью довести до пола, подставить вторую ладонь, и затем вернуться обратно в положение сидя круглая спина компенсации. И точно так же для другой руки. Я сделала очень небольшое количество повторений вот этих подготовительных, когда мы выводим таз сверху и рукой по полукругу ведемся назад. Вы можете сделать первые пару повторов с удержанием таза наверху, такое более статическое, и затем хотя бы пять динамических повторов. Здесь я демонстрирую реально маленькое количество повторений, и мой мост далеко не идеален, но я надеюсь, это вас будет наоборот стимулировать, что с любой спиной, с любыми травмами спины, они у меня были в молодости, они у меня были когда в университете училась, то есть я и в ДТП попадала, поэтому старайтесь работать так, как вы можете, делайте ваше лучшее, и при этом чувствуйте свое тело, чтобы не навредить своему телу. после мостов мы обязательно делаем компенсацию, ложимся на спину, делаем положение, называем бочоночек, подтягиваем колени груди, подбородок груди, и выполним базовые скрутки, обе коленочки уведите, пожалуйста, в сторону, рука в другую сторону, лопатки на полу, в обе стороны два-три дыхательных цикла на каждый поворот, повернули ноги, оставьте руку на полу, два-три дыхания и в другую сторону, ноги к носу, перекат сесть, приготовьте кубики, мы проверим шпагаты, то есть мы сегодня сделали большой комплекс с выпадами, динамический комплекс, я надеюсь, что ваши тазобедренники и ваши задние поверхности бедер сейчас продемонстрируют лучший вариант вашего шпагата, сядьте в хороший выпад, я специально использую кубики, потому что в первом подходе всегда лучше использовать более легкий вариант, постепенно выталкивайте впереди стоящую ногу вперед, да, еще больше, и постепенно просаживайте таз вниз, обратите внимание, что я не разворачиваю таз в сторону, стараемся как будто подкрутить копчик вперед, а руками отталкиваюсь от кубиков плечами назад, если я хочу углубить положение, я наоборот ставлю кубики, ставлю руки на пол и подставляю пятку на кубики, да, ну это естественно чуть-чуть продвинутый вариант, если у вас нет чистого шпагата на полу, вы делаете еще раз предыдущий вариант, сделайте спокойный вдох, спокойный выдох, сделайте ваше лучшее, должно быть комфортно, не должно быть никаких диких болевых ощущений, если какие-то дикие ощущения, напишите в комментариях, может быть, я смогу вам помочь каким-то советом и сказать, что вы делаете не так, почему у вас такие дикие ощущения, я остаюсь в положении такого разворота, сгибаю ногу, которая была сзади, и после поворота выпрямляю ногу, которая была сзади, оказываюсь в таком боковом вытяжении и наклоняюсь вперед, и затем, конечно же, пробую на другую ногу, наклон вперед к прямой ноге, стоя на колени, классическое упражнение на растяжку, без него, по-моему, не обходится ни один класс, практически, да, в классическом стрейчинге, затем выпад, плечи отклоняются назад, копчик стараемся направлять вперед, чтобы нагрузка распределялась не только в поясницу, но и по всей спине и по тазу, да, то есть, сгибатели бедра работали, и затем, используя удлинительный рук, постепенно толкаем пятку впереди стоящей ноги вперед, и стараемся оставить закрытым таз, чтобы, опять же, не перегрузить поясницу, и поработать чисто над ногами, без каких-то провокационных лишних ротационных движений в спине, кому легко идет, можно вывести руки наверх и направить плечи еще больше назад, представьте, что у вас в руках есть тяжелый вес, и этот вес тянется к пятке, которая сзади, аккуратно собираем ноги и делаем еще раз, либо этот же вариант, либо вариант с кубиков, когда мы ногу кладем на возвышение и постепенно просаживаем таз ниже. Еще раз напомню, что самое важное это дышать, дышать без каких-то усилений диких, то есть спокойное ровное дыхание, если можете поднимайте руки вверх, тяните плечи назад, все как было, можно наклониться вперед к ноге, подышать, разворачиваемся боком, нога сзади сгибается, легкий наклон вперед и затем нога выпрямляется, наклон к прямым ногам вперед. Если у вас нога была не на кубике, то же самое делается, когда нога не на кубике, просто вот прям идентично. Это просто повторяет предыдущий упражнение, который мы делали с ногами в розе. И еще одна вещь, поперечный шпага, пока не попробуешь, точно не получится, и мы начнем из наклона. Ноги широко, корпус вниз, опора на локте. И я подложу кубики примерно на уровне коленей, чтобы, когда я опускалась в шпагатик, мои колени опирались на опору. Получается, опять же, такой более легкий вариант поперечного шпагата. если вам очень далеко до шпагата, просто постойте в максимально вашем положении. Сейчас я демонстрирую без кубиков, из положения стоя наклон вперед к широким ногам, ноги широко, имеется ввиду, и просаживаю таз вниз настолько, насколько на данный момент позволяют мне мои тазобедренные суставы. Постепенно ложусь вперед и расслабляясь, начинаю еще более глубоко дышать. Спокойный вдох, спокойный выдох. Помните, что если у вас есть болевые дикие ощущения, это значит вы ушли за грань того, что нужно вашему телу сейчас. Пожалуйста, берегите себя, если есть вопросы, лучше задайте лишний раз, спросите. Спросите. Итак, садитесь в положение сидя, ноги скрестно, руки на затылок наклон вперед, наклон назад, голова в сторону, голова в сторону, аккуратная работа с шеей. И мы на сегодня закончили. Всем огромное спасибо за то, что присоединились к моим занятиям. Будьте здоровы и счастливы. Если вам понравилось данное видео, вы можете поставить нравится и порекомендовать своим друзьям, чтобы они тоже могли позаниматься. До новых встреч, пока-пока! Субтитры Субтитры Субтитры